Здравствуйте уважаемые жители и гости Тавриды. Сегодня в нашей студии человек Евпатория. Добрый вечер Алексей Олегович. Добрый вечер. Расскажите про человека Евпаторию. Начнем с человека. Начнем с человека. Ну кто я такой? Я архитектор. Закончил мархи в 99-м году факультет градостроительства. Вообще в принципе, ну меня еще называют урбанистом, курортным урбанистом я на архиру. Это такой портал архитектурный наш лучший. Обозвали перед зодчеством, где я как раз тоже Евпаторию третий год представлял как лицо Крыма по сути. Ну также я член союза архитекторов, московских архитекторов, член союза архитекторов России, член правления союза архитекторов России. Видите, как страшно. Член союза дизайнеров России. У меня много есть, несколько образовательных проектов. Это и аккураторы архитектурной школы «Эволюция» вместе с Петром Виноградовым. Курс еще у нас с Никитой Осадовым. Курс урбанистических практик «Территориум». Где мы тоже прогоняем молодежь на разных мастерских, проектных семинарах. Не люблю, просто слово, воркшоп. Оно такое многим непонятное. Согласна. С другой стороны, проектный семинар что-то такое научное. Что-то такое тоже как-то не сипа. Вот мастерские, да, вот как-то. Это хорошо. Вот со всем вот этим вашим багажом, так сказать, сразу вопрос. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с архитекторами в Крыму и в Симферополе? Ну, ситуация с архитектурой, с архитекторами в Крыму и в Симферополе, она, в общем, непростая. Тут грех оттаить. Но она непростая не только в Крыму, она и вообще в стране у нас. Ну, просто в Крыму это даст гораздо более выпуклое. Вообще, все, что в Крыму происходит, да, это такое, как я говорю, это наше, говоря про Россию, да, такое выпуклое зеркало. То есть, все те болячки, которые, они как-то сбалансированы, но они присутствуют на материке, в Крыму они явные, да, вот они прямо... Более острые. Они более острые, они более выпуклые. Это очень как раз для материка это полезно, просто этим не пользуются, не то, что не пользуются, а, скажем так, не отдают себе отчет. Вот. И моя вообще претензия к материку тоже, хотя сам материку, что, конечно, Крым надо заниматься гораздо более интенсивно, пристально. И тогда не будет многих вопросов ни на материке, ни в Крыму, в общем, о том, что происходит. Потому что, вообще, в принципе, должно происходить не просто положительные вещи, да, мероприятия, а должно быть и не просто какие-то там рапорты о закачанных денег, деньгах ФЦП, либо... Освоенные или неосвоенные. Освоенные или неосвоенные. Нужна конкретно, за окном, нужна конкретная история. Плюс, конечно, ну, если говорить про архитекторов, да, про Крымскую архитектурную школу, она... Она есть, да, Крымская архитектурная школа... Все-таки она есть. Ну, конечно, есть. Она, конечно, есть. Она... Причем, самое интересное, что она зародилась... То есть, вот, когда мне спрашивают, что такое Крымская архитектурная школа, я сформулировал. Она как раз к 90-м годам, она обрела свою вот... Она даже была выплеснуться, вот она должна. И в этот момент как раз людина оторвалась. И те самые там большие, крупные заказы из центра, да, которые Крым... Крым в советское время был, как у Христа, за патухой. Чего греха таить? Ну, 90-е это уже Украина. Да. То есть, это украинский центр. И там вот как-то сложно, я подозреваю, было... Нет, просто к 90-м, к 90-м, 91-му году... Он апокс, он же в начале 90-х образовался, да, это, собственно, архитектурный факультет. В Симферополе. То есть, вообще, в принципе, что обуславливает наличие школы архитектуры? Вот я для себя формулирую. Это первое. Структурированное архитектурное сообщество, то есть, это союз архитекторов, например. Оно у нас в Крыму структурировано? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, давайте по очереди. Например, там, союз архитекторов. Он действительно, там, к концу 80-х, начало 90-х был второй. Это наличие проектной инфраструктуры, именно местной. То есть, чем был Крымний проект, например, да. Единая архитектурная структура с филиалами в разных городах, которая позволяла именно комплексно подходить к проектированию городов, адаптировать проекты курортные, адаптировать типовые, типовые тоже объекты, да, или там заказные. И вот, например, из вот этой вот адаптации, да, Крымская архитектурная школа и Крымским архитекторам, условно скажем, стали доверять объекты с нуля к концу 70-х. К концу 70-х, начало 80-х, уже все больше и больше. И вот в период перестройки как раз это все должно было вырваться. И вот как раз, ну, это, понимаете, для того, чтобы шло, там, архитектура развивалась, я не говорю строительство, да, архитектура, она, естественно, должна быть масштабное вливание именно и внимание, самое главное, и значение архитектуры, а не там застройки квадратных метров. Именно со стороны власти, именно идеологии, скажем так. Причем это касается не только там республиканского, а вообще вот в стране, что... Потому что архитектура, это все-таки, это еще, помимо всего прочего, это не только кубышки с окнами и дверями, это все-таки часть культуры, да, вот. Ну да. Поэтому если у вас к культуре отношения, в принципе, вот такое, как исключительно только про нее вспоминают каким-то датам, поверхности, либо какие-то пляски, либо там флаги, ну или вот, а это что-то такое, такое, что-то такое, такое несерьезное, несерьезное такое по остаточному принципу нужно финансировать. То есть не образующее, не драйвер какого-то развития, да, то ну вот что тогда пенять, что люди, например, в принципе не понимают. Ну да, вот такая у нас архитектура. То есть тогда выходит на первое место экономическая целесообразность, выгода, эффективность, да, вот. Соответственно, когда... Вот мы живем в такое время, да, капитализм, когда это вот правит... То есть у нас, чем эффективнее, чем больше бабла с этого вынимается, да, тем здорово. Тому и даем жизнь. А то, что деньги-то оттуда вынулись единовременно, это нанесло урон там культурному вообще фону, там, я не знаю, окружающей среде. Дело в том, что архитектура это серьезное, идеологическое, вообще в принципе оружие влияния на людей, на формирование людей, людей может сделать как лучше, так и хуже, понимаете. Это даже влияет на количество самоубийств. Это все влияет. Понимаете, и построение там с современными СМИ у архитектурной среды, у городской среды, у городов, вообще у среды обитания, вообще вот среды обитания, у них гораздо больше эффект, именно и продолжительность влияния на человека, и формирование человека. Поэтому это вот такой момент. Поэтому вот эти там, когда меня спрашивают, 25 лет, чего вы можете выделить, плохой или хорошей? Мне кажется, это как раз деградация среды. Я не могу назвать какие-то вот этот объект плохой, этот хороший, вот деградация среды, она налицо. Потому что в Советском, то же самое Симферополь, это был действительно один из зеленых городов, продуманных. Причем, я могу сказать, что это не только касается Крыма, именно смена строя, она же ударила действительно, многие вещи оказались просто не приспособлены к новым условиям, просто не приспособлены. Они совершенно по другую матрицу были заточены. Поэтому проблема российских, постсоветских моногородов, это очень серьезная история. Недаром сейчас как раз программа благоустройства 300 моногородов, которую Стрелка как раз декларировала и занимается КБ Стрелка. А Московская, которая у нас такой флагман вообще благоустройства, и которая как раз тоже закачивается, закачивается идея финансовая. Это нужно обязательно посмотреть, потому что это одни из мощных. В контексте всех вот этих вот проблем, какие на ваш взгляд наиболее такие вот, может быть, ошибки были сделаны главным архитектором города, крымским архитектором, потому что вот когда они сюда приходили, они же все обещали сделать красоту там, и прям все мы будем гордиться. А по факту, что мы видим сегодня в Симферополе, что мы видим в Крыму, гордиться по-моему. Это странный вопрос, что там, а какие ошибки. Да они ничего не успели сделать. То есть нужно было дать еще больше времени? Дело даже не то, что здесь проблема не во времени, а проблема в том, что я уже обычно говорю, потому что главные архитекторы, вообще архитекторы, они не при делах, потому что правят все стройкомплекс, девелоперы, они указывают, что делать. Не архитектор говорит, что должно быть вот так, а ему говорят, что ты извини, вот мы будем не пять этажей, а шесть, а окна даже методики. Это нонсенс, это вульгаризация, вот именно взаимоотношений. Кто должен на это повлиять? Вот. А главные архитекторы, это вообще, и всегда делают стрелочные, потому что это удобно. У него нет прав, но он на виду. Соответственно, ну как? Дело в том, что главный архитектор, это одна из микрофункций в административной машине. А есть еще там департамент благоустройства, департамент строительства в администрациях, есть ЖКХ, то, все, пятое, сятое. Ну как? И все, и все. Они не подчиняются архитектору? Конечно, и он никак на них не ведет. Есть отдельные замы у главы администрации, если там, дай бог, архитектор, он зам тоже, зам главы. А он может быть не зам, кстати, он может быть просто начальник отдела. Он вообще в структуре, он подчинен зам главы, который курирует строительство. Ну то есть, понимаете, что ему еще скажут, то и будет. Там, если, ну, это удивительная история, она причем, как, например, там, культурное наследие, да, оно тоже во многих удивительно сокращает штатные единицы, ну потому что там денег нет, ну вы держитесь, там, да, все понятно, но отдела по охране их просто нету. Непонятно, они должны быть при департаменте культуры, вроде как, да, по всем законам, но при этом они тоже как с архитектурой не взаимодействуют, если они есть. А если есть, а если их нет, то и суда. Суда нет, тогда решает как раз ЖКХ, потому что если приходит предписание из Рискома, что у вас там на доме 1912 года в аварийном состоянии балкона и срочно примите меры там, да, по реставрации, не дай бог это письмо попадет в ЖКХ, потому что ЖКХ они в полном праве отрезать эти балконы, чтобы они не упали никому на голову, потому что тогда реально все сядут. И это все они... кстати, в Симферополе, в Симферополе, в Симферополе сплошь и рядом эти арезные балконы, именно поэтому. Так что, здесь вопрос системный, вопрос системный, вопрос политической воли, причем воли даже не республиканцев, не республиканцев, а воли центра, который должен как-то проявлять гораздо больше, не то чтобы инициативы, больше внимания уделять. Больше внимания, и это внимание, оно опять же связано с какой-то с интенсивностью. Ну, понимаете, одно дело бомбардировать деньгами и потом разводить руками и говорить, что вот какие плохие не смогли освоить или наоборот, сделали-сделали все не так. Понимаете, ну если Россия взяла на себя ответственность, то это ответственность надо доводить до конца. Понимаете, вот мое мнение. Материк должен быть, он в конечном итоге, он виноват. Ну вот, а сейчас я знаю, что уже назначили все-таки нового главного архитектора, все-таки вот она женщина, уже ее представили коллективы, вот какие были бы ваши пожелания новому главному архитектору Крыма с учетом того, что она только приехала, вы здесь уже достаточно много времени. Знаете, пожелание главному архитектору у меня Крыма, ну как, только приободрить, как это называется. Терпение. и как-то должна быть, не должно быть иллюзий. Вы сказали, что главный архитектор, у меня тоже такая была история, что вот мы сейчас придем, все здесь будут, расцветут сады, да, нужна кропотливая работа, нужна кропотливая работа, но главный архитектор, он ни один в поле не воин, один в поле не воин, и мы, знаете, если нет команды, да, единомышленников, профессионалов, юристов, специалистов по город-кодексу, по всему, которые работают в слаженной команде и которые, собственно, штампуют, по сути, да, в хорошем смысле этого слова, там нормативные акты, регламенты, да, то есть это должно прямо работать, и тогда это становится действительно точкой роста, которая может там повлиять на все остальное, ну, мне хочется пожелать только успеха, и это первое, да, то, что касается вот этого вот, единомышленников, да, и вот этой командной работы, второе, я бы хотел пожелать, конечно, чтобы в принципе, чтобы главный архитектор, было какие-то внятные полномочия, за что он отвечает, что он может, и что он не может, и где они у него заканчиваются, потому что, ну, а как, вот смотрите, главный архитект, вот он как бы отвечает вообще за всю архитекту, вообще от Балясины до дороги, там, от остановки до, там, не знаю, пляжного навеса, от плана города до аэропорта, и все, или он отвечает там за архитектурный облик, за архитектурные конкурсы, то есть есть определенные, и, например, в какие-то вещи он может там просто высказывать свое мнение, но четко понятны его как бы вот границы, то есть это очень важно, и третье, я бы, конечно, хотел пожелать главному архитектору Крыма, да, которая пришла, это, конечно, чтобы у ней были условия для работы, условия для работы, для жизни, потому что это тоже важно, условия для жизни, для работы, специалиста, да, дело не в зарплате, а просто именно условия, потому что очень важно, как разочарование, то есть вот сейчас, вот это вот серьезное, такая вот, серьезное, подъем, я думаю, что у нее душевный, да, такой вот, потому что это большая должность, она никогда не была, наверное, я на таких должностях, вот, и потом может быть очень серьезное разочарование, когда она столкнется вот с, ну, с действительностью, вот, с действительностью такой, что не все вот, как бы, вот по щелчку происходит, и тут я бы в таком случае хотел пожелать еще, это, конечно, поддержки, вот, с одной стороны, чтобы она была проводником внятной политики центра, а с другой стороны, она могла в центр транслировать и быть защитником архитектурной, вообще главный архитект Крыма для меня, это такой защитник вот именно крымской архитектуры и крымского архитектурного профсоюза, крымской архитектурной школы, то есть лоббист архитектурного Крыма перед там, главой республики, соответственно, и транслирующий, пропагандирующий Крым, крымское вот это креативное архитектурное начало на остальную территорию, потому что я вот как могу, я это, я пытаюсь, потому что я Крым люблю, я люблю Крымскую архитектурную школу, я ее все время изучаю, я такой архитектор-исследователь, архитектор-делатель, да, вот, но именно полномочия главного архитектора, именно республики, они как раз в том, что нужно участвовать в форумах, нужно все время говорить за Крым, все время говорить за Крымское архитектурное сообщество, говорить за Крымскую архитектуру, все время быть таким оратором, И привлекать внимание. Это не к тому, что это все сводится к какой-то говорильни. Потому что это действительно в полномочии архитектора. В тот коридор, в котором он есть. Он должен все время заявлять не просто о себе. А олицетворять собой. Как батюшка. У него есть приход. Это крымский архитектор. Крымская архитектура. Он должен с одной стороны исповедовать их. Знать каждое ощущение. А с другой стороны за них за всех отвечать. При этом есть еще союз архитекторов. Я еще желаю все-таки новому главному архитектору наладить отношения с союзом архитекторов в Крым. То, чего не было. Просто наличие союза архитекторов при всем его бестующем состоянии. Это на самом деле системообразующий фактор. Как раз общественная, по сути профсоюзная организация. Такое вот номинальное, профильное. Которое вокруг себя аккумулирует со всех городов, с регионов, членов. То есть, это тот аккумулятор. Наличие архитекторов, в принципе, как боевых единиц на полуострове. Конечно, нужно с ним вовлекать. Я могу сказать, как представитель союза архитекторов России, как куратор от союза архитекторов по Крыму, как советник президента союза архитекторов России, что и союз архитекторов головной. Естественно, открыт и готов предоставить все интеллектуальные ресурсы и площадки для нового главного архитектора Крыма. Это очень важно. То есть, главный архитектор Крыма должен чувствовать поддержку. И здесь как раз вопрос по поводу общественности. Я сказал про архитектурную, а есть общественность. Она на самом деле, общественность не должна как из ведра, как из ушат, все проблемы вываливать. Она должна тоже внутренне себя структурировать. И это вообще, в принципе, проблема, что общественность должна в виде своих, не просто, что все плохо, и что с этим делать. Скажите нам, вы на вертолете приехали к нам с Марса, и вы сейчас нам все расскажете. Скажите, разговаривайте с нами. Вот, сейчас расскажу. А сделать, собственно, ну что? Вот программы свои, да, там какие-то тоже проекты. Прийти уже с проектами, да, а не то, что все плохо. Вот в общем все дело. Потому что, на самом деле, те же самые чиновники, они же люди, по сути, они внутри этой машины, они подневольные. Они ждут этого. Просто нужно им... Они, причем, зачастую запуганные, там, зашуганные, круговая порука, там, да, там, все. А новый человек, он, конечно, первым делом, вот, то же самое, когда я был в Евпатории. Давайте, а вдруг выяснится, что ни у кого нет проекта. Нету. Все что-то хотят, а что нет. Все что-то хотят, никто... И потом, и получалось так, что они приходили, там, вот кто-то хочет, там, ветераны вертолетного полка, у них им там списали вертолет, они хотят в мирном там поставить вертолет. Вот, вот, мы им сделали проект. У них до этого не было. И поэтому им не разрешали, потому что нечего разрешить. Нужно сделать. Вот. И они были благодарны. И самое главное, действительно, нужно говорить. Вот, действительно, нужно говорить. Но для того, чтобы говорить, нужны четко, даже просто, ну, вот, сформированные каналы, вот это вот, общение. Ну, то есть, вот, я спрашиваю, к чему? Потому что, вот, сейчас пришел новый главный архитектор Крыма, и вот ко мне очень многие обращались, и журналисты, и общественники. У нас есть эта потребность встретиться с этой женщиной, поговорить. У нас есть какие-то идеи, какие-то предложения, какие-то вопросы, проблемы. Вот, для нас тоже очень важно, чтобы был вот этот вот канал связи. Конечно, так вот, надо сформулировать эту площадку, но только тоже нужно понимать, что главный архитектор – это не Супермен, не Спайдермен, не какой-то там, вот, какой-то вот, что многорукий Шива, который все вот сейчас делает. Это должен быть, вот, как раз работа главного архитектора – это своего рода быть, вот, я говорю, как, разговаривать, да, объяснять. С одной стороны, вот эта информация, которая, там, идет, да, с места, она накапливает, в то же время ее переваривать не просто в конкретные, там, программы, но их доносить до, там, руководства, что вот существует. Причем уже в виде, тоже, проектных, причем проектов не отдельных каких-то домов, либо, там, стадионов, да, а программ, именно, основанных, естественно, там, на действительном кодексе, на законодательстве, который ответит на вот это вопрос. Потому что, на самом деле, вот, там, главный архитектор городов, ну, вот, там, идут все, там, да, кто, там, старый-старый млад, там, да, и, там, и здоровый, и больной, там, в смысле у кого-то, у всех проблемы. То есть, главного архитектора, да, он, как врач, да, там, или, как, был, приходской, там, не знаю, священник, или, там, квартальный, да, через него проходит куча совершенно, вот эта вот информация с мест, чаяний, каких-то проблем, каких-то совершенно, вот, абсолютно, вот, такого вот, вот, чем живут люди, да. Это все нужно отфильтровывать как-то? А это, а это дело в том, что это можно не отфильтровывать, это уже, то есть, вот, вот, урбанист, вот, есть, там, урбанисты, вот, они, там, велосипедные дорожки, сейчас, вот, вообще, в принципе, главным урбанистом получается архитектор, потому что через него, вот, вот, этот, вот, идет срез общества, да, и эти чаяния, понимаете, но, если у тебя исключительно только заточено на вот этот вот бесконечный поток, не, не точно, нет, дело не точно, потому что, еще, главные архитекторы, они, ну, это функция в административной машине, это бесконечная резолюция, бесконечный вот этот поток документов, то есть, люди не успевают просто даже вникнуть, отработать, то есть, вот, летят шары, это хороший образ, и ты вынужден их отбивать, ты не успеваешь их обработать, поэтому, зачастую, некоторым чем, проще, как бы, ну, переделегировать, вот, откуда вот этот вот шарабант, потому что не успевают, людей мало, да, никто идти в администрации особо не рвется, да, на такие зарплаты, люди, действительно, там, надрываются, да, там, и как, вот, тут, поэтому, для главного архитектора Крыма, конечно, вопрос, с чем тоже он пришел, с какими чаяниями, с каким посылом, он, на самом деле, вам тоже должно, главное, тебе сказать, что, одно дело он говорит главе, что, вот, я пришел к вам с миром, там, он же, по сути, как викинг, как варяг, да, его при, вот, в монастырь, потом он, там, собственно, говорит, там, игумену, потом он говорит, собственно, там, монахом, нет, монахом, да, это, собственно, архитектором, там, профильному сообществу, а потом он говорит, собственно, приходу, да, что, что, что будет и как, вот, поэтому здесь важно, мне кажется, именно канал и площадка, где вы сможете общаться. Конечно, идеально это было бы на площадке Союза Архитектов в Крыму, чтобы эти встречи происходили, они были какие-то регулярные, были такие там конференции а-ля. Еще раз говорю, здесь сама по себе общественность должна тоже себя организовать, потому что если набьются вот эти страждущие, в дверях галдящие, то разговора не будет, вот точно не будет. А это зачастую так и происходит, потому что, ну как, если не можешь самоорганизовать, тогда чего тогда? Ну живете в том, что есть. Алексей Олегович, ну вот у вас еще тоже такой вопрос хочется вам задать. Вы много ездите и по Крыму, и по материковой России. Вот все-таки у нас в Крыму сейчас наблюдается такой вот бум вот этой точечной застройки. Как ее пережили, перевоили другие города, да? Вот как они с этим справляются? Как это остановить? Ну это вообще, понимаете, это все, в общем, такой вопрос. Сложный? Не, не сложный. Но в Москве просто это была политическая воля, да, когда руководство города, ну который, понимаете, ну просто Москва это как государство в государстве, 20 миллионов. Собянин просто не пустил 38 миллиардов инвестиций строительных. А так была последняя собачья площадка. Вот. Дело в том, что инвестиции, это не всегда добро. Деньгами можно землю выжечь просто, понимаете? Вот и все. Я пытаюсь это сказать все время. Нет. У нас этого не понимают. У нас не понимают, потому что есть определенные, ну как, если власть города или там, не знаю, определенного региона или там, не знаю, страны, она заточена на строительный стройкомплекс, на девелоперов, они являются как бы диктующему моду, погоду, там, я не знаю, все тогда и смысл. То есть в Москве удалось в какой-то момент именно вектор от объектов переменить и повернуть к среде. Да, то есть начали заниматься, заниматься именно средой. Потому что город, город, это не набор домов. Вот, как интересно. Город, это не набор, это в первую очередь, конечно же, это люди, да, которые, то есть для кого, видите, это еще для кого город, это если еще про транспорт начнем говорить, для машин или для людей. Есть же замечательная формула Григория Ревзина из той же самой КБС Реялки. Для того, чтобы город поехал, да, он должен пойти. То есть для кого город? Для машин, да, или для людей. То есть он должен быть удобный, для, там, то есть в таком случае, должно бросить сил на развитие общественного транспорта, разных видов, на логистику. Причем для Симферополя, это вообще караул, транспорт, это вообще город абсолютно затрамбированный. Я уже как-то, по-моему, в Крымской газете, у меня такая колонка была, я как раз это рассказал. Ну, то есть, но при этом это должна быть системная история, да, она и с генпланом связана, но для начала какую-то вообще стратегию пространственного развития, вообще обозначить, что с городом, проанализировать ее. Я вот не знаю, анализы городских вот этих проблем, вот этой карты, да, я не знаю, я ее не видел, например, там транспорта, потому что я уже говорил про своего, ну, там, товарища, соратника Илью Залевухину, да, который исповедует, у нее есть методология, там, анатомия города, да, где он город раскладывает, как вот, как человека, да, то есть есть вот каркас-скелет, это его, собственно, транспортная система, да, вот, которые, и дальше на нее уже, там, жизненно важные органы, в том числе, там, мозг, да, это, это вот, собственно, система управления городом, городским хозяйством, да, то, что есть операционно-оперативная деятельность, каждый день город должен жить, да, иначе будут, там, взрываться, там, все, вот, есть стратегический горизонт, это вот эти вот долгоиграющие программы, а есть, а есть, а есть между этим, ну, экологический каркас, это легкий, да. Где-то они есть, где-то их нет. Ну, это тоже, это все, это момент, вообще, все, что касается охранных зон, это один из серьезных инструментов, вообще, управления городом, да, более того, это все же инструмент экономики, да, если все ограничивается, экономическое, даже осознание, вообще, городского хозяйства только квадратными метрами и ценой за него, то тогда, ну, и что спрашивать, тогда у вас будут возникать эти громадины, годзиллы в полях, да, без дорог, без школ, будут вечные пробки на дорогах, потому что, ну, потому что вот эти все, да, то, что вы говорите, эти монстры, которые, неважно, понимаете, если вы строите точечную, точечный какой-то дом, там, я не знаю, да, многоквартирный, у него должно быть обоснование, потому что на такое количество людей должно быть столько-то мест в школе, столько-то мест в поликлинике, если это, вы, если это не соответствует, то он просто не может быть там построен, потому что это не соответствует, да, просто... Это вот вы говорите, что касается обоснования по местам в школе, в садике, у нас в Симферополе сейчас такой вопрос, есть ли какие-то нормы, которые обосновывают, какое количество зеленых зон должно быть на одного человека вот в городе, как-то это есть формула, расчеты, чтобы симферопольцы могли защититься перед сегодняшней властью, диктатом строительных... Нет, смотрите, вы не защититесь перед строительным лобби диктатом, если он есть, перед диктатом вообще сложно защититься, потому что это и есть диктат, вы можете, вы можете, вы можете, может, иначе тогда революции и приехали, в общем, тогда уже всем плохо, вот. Здесь скорее должна быть, нужно не требовать, а нужно находить вообще взаимопонимание. Вот есть новый главный архитектор? Еще пока нет. Он должен почувствовать в вас поддержку, он должен почувствовать поддержку, что вы его поддерживаете, что вы не требуете дай, а вы говорите ему на, смотри, вот у нас есть программы, у нас есть парки, и вот, они могут быть, может быть, какие-то там есть несоответствия, но вот как раз его дело как профессионалы взять их там, посмотреть в работу, сделать экспертную оценку, но тогда вот это пойдет, вот уже какая-то живая кровь, и тогда происходит некоторая эрозия относительно, ну, это, конечно, такое, предвосхищаю таких радужных этих самых, что какая-то эрозия может быть с этим идти, потому что девелоперам, да, им должно быть гораздо более выгодно заниматься, им выгодно делать, продавать не квадратные метры, а продавать среду, продавать новую жизнь, понимаете, людям, они, а то, как, есть люди без квартир, да, там, страждущие, да, которые готовы куда угодно въехать, лишь бы это закрыть эту железную дверь, и там поставить телевизор, и все, я в домике, да, вот, а там, ну, ладно, будем как-то на лыжах добираться два дня, там, до школы, там, до поликлиники, там, вот, это, это еще... — Достаточно узкое мышление такое, вот, закрылся, и все. — А как что делать? Это узкое мышление, это как раз, ну, произошло же, после распада страны, после перестройки. — Да, целое поколение. — Понимаете, нас же ограбили два раза, да, первый раз, когда отняли все, и сделали все общим, а в тоже раз, когда все это общее, а куда-то ушло вообще, только одним, да, вообще опять без ничего остались, ну, вот, поэтому, и все, и тогда никакого прайвеси у человека нету, да, и это прайвеси, оно стало вот это вот, личное пространство, оно стало замыкаться внутри, собственно, вот где-то нужно единицей, вот это мое пространство, и это в Крыму, это, это потрясающая как раз иллюстрация, вот этого постсоветского, постсоветского, нет, оно вот есть, и дальше хоть трава не расти, дальше удобно вот этот вот мусор этот, выкинуть его за калитку, да и там эти там марсиалии. — Без ответственности. — Конечно, конечно, без ответственности, и тогда, понимаете, а надо спросить себя, вот, это, кстати, вопрос и о горожанах, и о чиновниках, и бизнесом, и все, потому что нету общественного договора, города, как говорили, сироты вообще, они как-то сами по себе вот эти камни, да, ветшают, потом что-то они как-то вот живут между собой, а вот по ним ходят люди, в них живут, что-то там едят, умирают, да, вот города, они камни отдельно, люди, люди, люди один, что-то вот, понимаете, как там варвары на обломках Колизея, на обломках империи, вот когда-то были, вот здесь был шикарный, большой, зеленый, красивый город, а потом как-то все куда-то ушло. — Ответственности не стало. — Ушло, и вот это какие-то другие, вроде те же люди, но какие-то другие. Все, понимаете, как говорит там Свят Мужун, ресурсом территории являются люди, все зависит от людей, понимаете, вот если есть самосознание, что это вот... В этом смысле очень интересно сравнивать республику, например, и Севастополь, это моя любимая тема вот этого сравнения, потому что Севастополь было какое-то бешеное количество как раз активистов, мотивированных, которые как раз делают эти все программы. Я вот, был у меня момент просто, когда была такая... Меня пытали, ну тоже приглашали быть главным архитектором, был такой, не болею у них, но у губернатора такая идея пригласить меня, и местные активисты про это узнали, да, и мне посыпались просто там на разные сети, социальные, вообще просто целые программы, готовые просто программы по вывескам там, я не знаю, причем именно нормативные. Общественность проявила инициативу. Да, ну и при этом схема устройства власти в Севастополе, она такая очень похожа на московскую, потому что есть департамент архитектуры и градостроительства, никакого минстроя нету, то есть нету в Симферополе. Есть единая история. Есть департамент архитектуры и градостроительства, так же, НАЧДЭП. И при нем есть разные департаменты управления, и первым его заместителем является, собственно, главный архитектор. То есть начальник департамента архитектуры и строительства — это одна должность, А главный архитектор Севастополя до сих пор нет. А главный архитектор Севастополя отвечает за среду, за внешний вид, за стиль, за регламенты этого стиля. Кажется, что это такое? У нее не власти, нет ничего. Какие-то большие истории, они все в стройках, в этих отделах сидят. И вот это уничижительное отношение к фасадам, к благоустройству, что это такое мелкое, что это низкий жанр. На самом деле, вот эти все благоустроительные регламенты от остановок до скамеек, навесов, пляжного благоустройства. Это та единая стилевая сшивка, которая может объединить города и показать их идентичность. Потому что все эти фасады, они все очистятся от этого винегрета. У них будет в едином каком-то ключе стиле, как в Москве и в других российских городах эти вывески. И мы увидим лица городов. Мы не видим лица городов. Мы видим только, как рекламные компании изгаляются сделать более по-ярмарочнее. Вот это вот завлекало. Приходите к нам в парикмахерскую. А здесь у нас то. А здесь массажный салон. А здесь у нас еще продукты. Мы вас вообще закортируем. Архитектуры нет. Есть вот эта вот ярмарка тщеславика. То есть города, они как такие, как прилавки супермаркетов. Сами дома новые. Они там кричат, купи меня, сними меня. И какой-то психоз. Люди живут в постоянном стрессе. Очень стрессовые ситуации. Поэтому им уже дайте мне вот эти квадратные метры. Да бог с ним. Пусть там вообще воды не будет. Мы там будем с 12 этажа ходить за водой. Дайте только мне мое место, чтобы я вот там. Пришел и этого кошмара за бортом. Его не было. Вот. Понимаете? А история-то какая? Что люди должны... Вот, понимаете, как только начали делать в Москве благоустройство. Например, расширили вот эти вот не проезжую часть. А пешеходную часть на Моросейке. Люди вышли на улицы. Люди начали гулять. Увидели город. Они не сидят дома. Они гуляют по улицам. Он поработал. Он не бежит там посмотреть. Они гуляют по улицам. Где какие-то... И вся вот эта вот история именно уличной жизни, да, она... Город живет. Город живет не в пробке стоят, когда вот эти гудят там, да. А он живет именно людьми, которые со собой общаются. Которые... При этом сегодня одно кафе за в другое, но оно не уродует. Вот новое. Он не въезжает и не раздербанивает весь там фасад. Алексей Олегович, давайте теперь поговорим о Евпатории. Вот я знаю, что вы очень любите Евпаторию, а недавно вы увлеклись Севастополем. Вот что здесь... Я могу очень сказать, что у меня как бы в Крыму, наверное, два города, ну, вообще таких вот для моего архитектурного сознания всегда были. Это Севастополь и Евпатория. При этом я говорю, что Евпатория – это такая архитектурная столица республики, потому что это город, абсолютно плоский город, без ландшафта и такого рельефа местности. И, собственно, культурный ландшафт архитектурный, он является и физическим. То есть, на ЮБК там все-таки можно скрыться за пальмой, за складкой рельефа, там зелень. Знаете, как зелень скроет ошибку архитектора, а вот хирурга ошибку не может скрыть. Такая шутка есть. Ну, потому что, когда, например, Ялтен Турист построили, да, вот вы посмотрите фотографии первые при постройке. Ялтен Турист – один из объектов в советское время, который как раз открыл вот этот ящик Пандоры, что, оказывается, можно вот это вот строить вот так вот в прибрежной зоне больших монстров, понимаете. Сейчас он памятник архитектуры в советское время, он зарос, он так уже является таким, уже все к нему привыкли. Но вот, да, да, но вот чакры вот эти отрицательные, да, они были открыты тогда, то есть, вот как за сочинское вторжение, потому что он же сделан в матрицах сочинской жемчужины, а там на Кавказском побережье совершенно другая природа, и вообще она более монументальная, а в Крыму все тоньше. Здесь архитектура, она не на первых ролях, она как бы наоборот, она на третьем месте, да, то есть она важна, она должна вписываться во всю рекламу, в природу, в зеленый каркас, там, да, все. Вот, лицо Крыма – это вот это, это природное, природное начало, а не ласточки на гнездо или там левадь, это вообще частные объекты, это вообще частная история. Крым – это среда, это среда, которая делает человека лучше, вот так я думаю. Это вот, наверное, надо прожить какое-то количество лет в Крыму, чтобы прийти… Это надо, это нужно просто любить Крым, понимаете? Прочувствовать, да, наверное. Не просто тупо проектировать и ходить, ну, просто любить, понимаете, любовь и потребность. Знаете, доблесть архитектора не в том, чтобы что-то построить, а в том, чтобы что-то не построить, например, тоже, тоже это большое. Это очень интересно. А вот сейчас, я прошу прощения, вы меня спросили про Евпаторию, извините, что я перебиваю, и про Севастополь, да, я просто продолжу. Я, то есть, помню, у меня была такая идея, я декларировал, да, в одном из, в работе по поводу драйвера стратегического развития, и впаду решила, как бы, артурная столица Крыма. Потому что здесь вот эта вот архитектура, она вот, она как на ладони, она вот, все две с половиной тысячи веков, они вот на этом столе степном, они расставлены. И можно как вот видеть вот эту преемственность, всю вот от самого древнего до вот позднесоветского. Ну, это вот проект Курортоград, и изыскательные двадцатка Евпаторийского модерна, которую мы в проекте Территориум делали в этом году. Она как раз про это, про изучение, понимаете, город надо, чтобы его, как бы, с ним, город, мне надо уметь читать, да, для того, чтобы уметь его читать, да, нужно знать его язык, нужно, ну, как азбуки учиться, да, нужно его, вот. И тогда ты сможешь уже писать что-то новое, да, ну, это новое, нужно быть на этом языке. Вот это как, вот, 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 что такое дизайн-код? Дизайн-код, это как раз архитектурный язык, да, это вот эти, который, который лежит на вот этих архетипах сложившихся, да, которые, это все, то есть, это проблема еще, мы уже говорили про культуру. Вот, вот, если отношение к культуре, к чему-то непонятному, назойливому такое, либо это какие-то пляски на площадях, либо это какие-то там, я не знаю, там, открытия неожиданных там памятников по Гдате, да, и все, да, и, а дальше там, ну, какая-то, вот, все время что-то обваливается, назойливые художники эти вообще, пожалуйста, все время что-то хотят, вот, нет, а культура это все, это вот без культуры нельзя, видите, вот, если нет культуры, тогда и чего жаловаться на то, что вот в полях, вот, вот, а Севастополь для меня это, и, это, понимаете, это такой, вот говорят там, что такое крымский стиль, вот, образ вообще крымского города, вот он, конечно, Севастополь у нас формулирован, вот, видите, вот, Севастополь, вот ты скажи глазами, ты видишь его, вот видишь город, он, видите, он живет отдельно, он может, он там может быть вообще, море, набережная, да, море, знаешь, белое, вот это, эти тонкие колонны, да, тонкие, вот эти пропорции, да, вот это вот такая помпейская, да, вот не в смысле, потому что город там завалил и пеплом, нет, а вот это вот есть римская, да, величественная, а есть вот этот помпейриш, тоже курорт, да, своего рода, ну, действительно, в римской империи, там другие пропорции, да, вот этих вот колонн, там все, при этом неважно, это классическое начало, либо это какая-то модернистская, конструктивистская, но вот эти пропорции, отношения, цветовые, там, вот все это очень, это настолько вкусно и тонко, что который формирует образ, и ты понимаешь, вот, при этом у каждого города в Крыму есть, есть образ, да, но и Севастополю, с одной стороны, не повезло, то, что он был разрушен до основания, но ему повезло в том, что этот город, в котором была реализована архитектурная задумка города, целиком, практически, вот, целиком с нуля, да, то есть многие вещи, которые были придуманы, они были придуманы комплексно, со всеми составляющими, со всеми составляющими, более того, если говорить про, вот это моя любимая тема, про общественное, такой вот архитектурное общественное, был же первый проект, Московский, да, еще война шла, да, он предусматривал такой, прям вот, такой сталинский проект с большими проспектами, такой унифицированный сталинский пафосный, пафосный, строя, градостроительный такой вот генплан, и местная архитектура, вообще, при том, что тоже, местные архитектуры, они тоже когда-то приехали, вот, достаточно недавно, но они настолько пропитались этим, ощущение, вот, это вот, традиции города, вот, этим языком, да, вот этой, вот этой среды, что они вплоть до Сталина были серьезные, что нужно с этим что-то делать, это не годится, нужно учесть это, 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 и они победили, потому что генплан Севастополя в том виде, в котором он был реализован, он как раз учел пожелания и серьезные чаяния вот этого архитектурного сообщества, ну, тут все, понимаете, одно дело просто бить бубины, там, и биться головой о пол, что все плохо, а другое дело, действительно, заявлять свое вот это вот видение, это, это серьезно, вот тут еще и политическая воля должна быть, я все время про нее говорю, ну, потому что, ну, в сталинское время некоторые вещи просто решались проще, они проще решались, и технологически, и в принципе, да, но только если мы действительно говорим о том, что Крым, его нужно восстанавливать, что это особая территория, территория под санкциями, ну, тогда и нужны особые отношения к нему, раз, особые там, там, особые инструменты, особые, вот, а у нас же как, у нас есть законодательство, которое принято, там, от Украины, есть российская законодательство, региональная, есть нормативная переходная периода, вот этот весь винегрет, вот так вот, в общем, конечно, главную архитектуру Крыма будет очень непросто с этим сразу, вот так с корабля на бал, с этим всем разобраться, я, конечно, очень ему, ей, ну, ему как архитекту, а ей, конечно, очень советую, конечно, иметь очень большой такой корпус юристов, именно юристов не просто материка, юристов, которые, архитектор, архитекторов, юристов, которые, именно, знают, проблематику крымского клубка, особенности, менталитет и вообще вот этого всего клубка, разных проблем. Поэтому, если говорить, вот Евпатория и Севастополь, я так ответил, ну это действительно два моих таких вот любимых города, именно как архитекторы. И это города. Симферополь, честно могу сказать, я для себя не могу сформулировать свои отношения, потому что в Северополе есть серьезная проблема, он номинально столица, у него нет столичного лоска, образа, нету. Да, здесь сидит власть, да, здесь пересечение, транспортный узел, но вот этого не хватает. Не то, что не хватает, но нету, я не знаю, ну вот как. Ну раньше же, наверное, было. Было, но я, знаете, вот в Симферополе, например, там могут запросто, какая-то современная архитектура, она может появляться, комплексная, да, там вот эти как раз и уплотненная застройка, и там офисные центры, более того. Понимаете, вот к вопросу о том, что долбят южный берег и строят бесконечные вот эти монстры там какие-то в прибрежной зоне, эти большие гостиницы должны быть не на берегу, они должны быть в Симферополе, да, и шаттлы должны возить туда, на, на, то есть. Что-то мне уже страшно стало. Нет, ну а что страшно, нет, а как вы хотите экономику Симферополе, ее закрутить-то, вы что, если будете металлургический комбинат строить, что ли, или что? Нет, хочется решить вопросы с транспортом и с экологией. Вопросы с транспортом и с экологией можно решить исключительно только если вы подойдете к этому комплексному, вот как вот, я говорю, к анатомии города. Вот надо, вот я думаю, что монолог архитектора, конечно, надо Илью Залевухина пригласить, он как раз это все здорово расскажет, и как раз покажет, что не надо строить в полях, что есть скрытые ресурсы, что вот это, что город это организм, да, причем организм не просто такой, который без головы куда скажут, туда он там, вот как это, и свалится где-то там во враге, потом опять поднимется и пойдет. Нет, у него все это взаимосвязано. Это невозможно, вот с понедельника мы решаем транспортную проблему, вот мы решаем транспортную проблему и все, вот. А вот с другого понедельника мы решаем экологическую проблему, а вот опять транспортная проблема, она опять схлопнулась. Ну вот у нас приблизительно так. Это должна быть постоянный процесс, постоянный процесс поддержания этого, то есть не просто создание, а еще и поддержание. А за 25 лет сложилась другая врача, это паразитирование, проедание этого вообще просто. Потому что изначально эта система работала, она была нормальная, она была хорошо. Но потом этой системой стали пользоваться совершенно как шуруповертом, начали просто забивать гвозди. Шуруповерт, во-первых, не работает, во-вторых, уже как шуруповерт, во-вторых, гвозди тоже сложно забивать, они уже торчат из него просто. Вот, хотелось бы вернуться в Евпаторию, я знаю, что сейчас вы в соавторстве делаете арт-объект Арт Брехина, и еще я знаю, что вы уже какое-то время планируете совместно с общественной организацией МИГ и там еще кто-то памятник Пушкину поставить. Во-первых, это несколько разных средовых историй, объектов, благоустройство пляжей до единого стиля благоустройства, мафов и прочее. То, что я пытаюсь с разной интенсивностью делать. То, что касается арт-объекта, это в рамках как раз курса урбанистических практик территориум, это был такой один из проектов объектных, да, потому что они все заточены были у меня на Евпатории. Это и парковая галерея для художников, потому что у художников вообще нету никаких сейчас мест для того, чтобы не просто экспонировать, а просто даже краски купить. То есть это такие должны быть центры, причем они должны быть не то, что мобильные, а легко возводимые. Потому что основная проблема всех, не важно, кто хочет в молодежный центр, либо галерею, дайте нам помещение. Ну а если это легко возводимые, не требующие капитального фундамента и прочего истории, да, это почему бы и нет. Это были и мафы для крымской исторической транспортной системы, и как раз арт-объекты, арка-беседка, она была, причем их несколько было. Мы выбрали одну для того, чтобы изготовить натуральную личину, и она была вообще центральным объектом на фестивале зодчества 2016, который прошел. Она была изготовлена, она была сделана при содействии наукодомостроения. Это один из крупнейших деревообрабатывающих комбинатов домостроения. Это арка мы Евпатория имени Сергея Курехина. Сергей Курехин, это один из главных людей в актуальном современном искусстве. К сожалению, он ушел в 96-м году. Для современного искусства музыки, там и рок-музыки тоже русская, это важно. Надеюсь, сезон мы поставим. У меня буквально совещание вчера было в Москве как раз. А то, что касается Пушкина, это серьезная дорога, это такая, которую я иду. По дороге было и положение о памятниках и мемориальных знаках. Вообще принято в городе с помощью... Вот мы его разработали, потому что иначе мы вообще бы ничего не поставили. Потом мы это положение опробовали, приняли. Именно Горсет утвердил осенью. Потом еще я должен сказать, что это положение сработало. Мы поставили мемориальную доску Высоцкому. Того же самого скульптора. Рельеф там использован. Он тоже с автора. Этот же рельеф, но в другой композиции, он уже не может пять лет в Севастополе поставить. Я сказал, что мы это сделаем в год. Кино, поскольку это связано с фильмом «Плохой хороший человек», в котором Попачехово, в котором снимался Попанов, Далей, Высоцкий. Мы это обязательно сделаем. Надеюсь, что в этом году нам все-таки удастся, потому что уже все сметы, все готово. И сметы уже оптимизированы. Там есть некоторые... Ну, нужно догрести некоторые финансы. Порядка двух миллионов. Но это не пять изначально, которые должны были. То есть, путь пройден, уже пути назад нет. Хотя некоторые города России говорят, что ты так мучаешься. Давай ты нам будешь. У нас все есть, мы деньги и все поставим. Ну, нет, это уж моя вахта. Ну, и давайте тогда напоследок. Вот ваше мнение в сегодняшнюю стратегию развития Крыма. Стоит ли включить такой пункт с формулировкой «Крым» для крымчан? А как? А для кого? Ну, а как? Понимаете, вы же... Одно дело, вы живете в гости... Ну, кстати, если сравнить с квартирой. Вы живете постоянно в общежитии, или вы живете как-то... Вы прыгаете там в доме, там... Не знаю, естественно. Но здесь это все связано с тем, эта стратегия для крымчан в том, что сами крымчане должны понять, что они хотят и как они хотят. Хотя, с другой стороны, конечно, тяжело сделать. Потому что вообще духовный рост начинается после самосознания. Осознание своих ошибок и преодоление этих ошибок. Вот тогда начинается рост. Вот я очень надеюсь, очень надеюсь, что вот это вот самосознание, оно как раз, оно, собственно, оно сильно как раз проявилось в момент воссоединения, воссоединения с Россией. Его нужно еще раз как-то взбодрить, аккумулировать, но в созидательном плане. И тогда стратегия для крымчан, а как для таврийцев, для жителей Тавриды. Потому что это действительно благословенная земля с большими традициями. Это действительно имперское сознание, принадлежность к большой истории, к большой традиции, к большой стране. Большой культуре. Да, большой культуре. И на земле Крыма, на земле Таврида родилось очень много не просто людей, а вообще идей, там, православие русское родилось в Крыму, которое, собственно, повлияло на всю нашу многонациональную страну, народы от Калининграда до Хабаровска, там, с Сахалином, скажем так. Ну что ж, Алексей Олегович, большое вам спасибо. Надеюсь, что это не последний раз мы вас будем приглашать. Спасибо. Всем большое спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok